или подходя сюда, в общем, тоже можно следить. Итак, я хочу обратить ваше внимание на одну деталь. Мы еще сейчас увидим, как Достоевский работает с деталями. Ага, о, замечательно, может, спасибо, уже лучше. Да, вот это как раз то, что нам нужно сейчас, на данный момент. Сначала вот это. Вот. Итак, Достоевский литок, каждое слово на своем месте, у него еще каждая деталь на своем месте. А и если мы, если он о чем-то сообщает, давайте мы уже начнем, ладно? Вот. Если он о чем-то сообщает, то это значит, что эта деталь имеет большое значение. Особенно, если она, опять-таки, странная. У Раскольникова есть только одна вещь. Во всяком случае, мы знаем только об одной вещи. Смотрите. Оставшиеся от отца. Что это за вещь? Часы. Совершенно верно. А теперь расскажите мне, что это за часы. Серебряные. Дальше. Дальше. Так, ну давайте все вместе. Кто, что может вспомнить о часах Раскольникова? Он их заложил. Он их заложил. Совершенно верно. И очень существенно, что именно их. Но там есть еще... После кольца. После кольца. Ну а сейчас... А теперь еще, собственно, о том, что. Что там есть? А? Ну, пришел на себя в действие. Дидидиди, погодите. Давайте все-таки с часами. Итак, они серебряные. Что еще о них известно? Это что, это отца? Это часы отца. Это не самая вещь-то. Единственная вещь, которая от него осталась. Ну а все часами-то что? Вот правильный жест. Да, уже надо лезть. На них же чекотан. Спасибо. Надписи на них не было. Может, какая глава? Вы знаете, я так вот сбила с главками, вам не вспомню. Но это начало. Пожалуйста. Это начало. Да, вот. Так, отлично. Давайте. Он потом еще пошел к Польфе Лето Троевичу. Просил вернуть, да. И так вот было. Хорошо. Ну от смотрите, вы помните, что с ними более или менее происходило, но что они себя представляли, никто не помнит. Вот видите, а это невозможно. Это без этого мы вообще не поймем, что в романе происходит. Старые плоские серебряные часы, на обороте дощечки и был изображен локус, и цепочка была стальная. Можно еще раз грому fight? Старые плоские серебряные часы, на обороте дощечки и был изображен локус, и стальная цепочка была? глобус глобус представляете себе, да? итак, что же досталось раскольнику от отца? раскольнику от отца я поняла, что такое типа мир типа мир, совершенно верно который он заложил итак круглые серебряные часы плоские на задней стороне изображен глобус по сути держава помните, что такое держава? сфера шар сверху крест почему крест? потому что с момента распятия Христова в центре земли выше ее точки все время стоит крест со Христом вот она, новая христианская земля и это что? почему это дается в руку царю королю императору потому что он тот кто должен заботиться об этой земле он ее держитель вот он ее держит и поднимает ее к Господу вот символ державы раскольникову передают державу раскольникову передают мироздание он его закладывает он его закладывает это правильно вспомнил итак кто же такой Раскольников? а я вам опять текстик напомню это конец письма матери Раскольникова так чтобы вы не сказали что я хоть что-нибудь придумала итак вы помните что Раскольников получает письмо от мамы письмо очень длинное письмо очень такое истерзавшее его и оно заканчивается однако чем заканчивается письмо матери Раскольникова вот погодите сейчас секундочку уже правильно но сначала поднимите руки кто помнит? ну примерно так примерно погодите вот не лезьте сейчас в текст вот примерно 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 то что она про Родиону говорит нет деньги посылала нет то что она не про него говорит про Лужину да там все это было в письме но мы про конец по Родиону что она не знает каким она его увидит вот что-то такое так 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 тепло 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 про него что-то говорит вот я читаю ладно а то нас времени мало молишься ли ты Богу Родя по-прежнему и веришь ли в благость Творца и Искупителя нашего Боюсь я в сердце своем не посетила ли тебя новейшее модное безверие если так то я за тебя молюсь вспомни милый как еще в детстве своем при жизни отца твоего ты лепетал молитвы свои у меня на коленях и как все мы были тогда счастливы это даже вот сейчас сюда не смотрите сюда мы посмотрим через минутку просто для этого для этого на мой взгляд и изображения не надо что рисуется в письме а не Рождество а просто Богоматерь с младенцем да какая хотите хотите там Владимирская хотите там еще раз да вспомни милый как еще в детстве своем при жизни отца твоего лепетал молитвы свои у меня на коленях и как мы все были тогда счастливы ничего себе вот так оказывается Раскольников по заданию мы уже с вами выяснили что внутренний образ это задание человека да Раскольников по заданию кто? Христос вот этого вот Романа Милы ну вообще то как любой из нас вот не надо так уж очень удивляться за кого он там умирает за кого он там умирает потому что просто поедем это сук еще раз за того за что вот Иисус Христос он в своей жизни он умер за всех людей так еще что Раскольник делал сейчас его осень я сейчас не о том что он сделал не сделал он насколько мы помним ничего хорошего я сейчас о том что показано в тексте вы видите? видите а теперь давайте смотреть сюда прежде всего кто отец Раскольник смотрим это один замечательный поликтив который до 15 века он находится в церкви в Вороне это место через которое все ехали из Милана в центре Италии Достоевский его пройдет друг на другом пути не было в 15 веке Достоевский проезжал этот город соответственно неоднократно но дело уже к 66 но дело даже не в этом дело в том что это опять все вроде общее место христианской культуры и так давайте посмотрим вот на это лицо и вот на это лицо правильно одно и то же это изображается это изображается Бог Отец да а это изображается Правильный Иосиф то есть тот кто отец Христа тот кто его так сказать восстановитель на земле в этом вот человеке воплощается опять таки воображается и даже буквально это являно в ликах тот кто там вот он собственно и папенька который оставляет наследство а теперь посмотрим на то что оставляется наследство видите да в руке у Бога что это держава совершенно верно вот он у нас напрямую соотносится но заметьте золотая что это за золотой шар в руке у Господа это земля это земля можно сказать что это мироздание но какое это мироздание мне кажется до грехопаления что вот беда не или после преображения это собственно тот мир каким он призван быть это преображенное мироздание или мироздание до грехопадения совершенно верно то какое замысел а теперь опустите пожалуйста вернее поднимите чтобы у нас с нижней от всех сторон этим да 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 так видно видно что противопреста нет а та же самая держалка подойдите посмотрите вот она вот она та же самая которая там, у Бога Отца. То есть Христос это тот, кто наследник этого самого и восстановитель просвещенного Богом мира, преображенного в Богом мира. Собственно, благодаря тому, что Он сюда пришел, Он вновь поднимает мироздание из той отдельности, в которую оно упало. Христос у нас кто? Мост. Христос – дверь. Помните эти образы? Тот, кто переводит от смерти в жизнь. Хорошо. Вот, собственно, задание, которое получает Раскольников. Вот она, Земля. Называется «Поди, что ее преобразили». Где мы слышим в прямых словах выраженное вот это вот самое задание «Преобразить Землю», причем именно вот так вот, таким вот образом. В словах Раскольникова он говорит, что он хочет изменить, да? Так, к этому мы еще вернемся. Погодите, он говорит, да, что хочет изменить мироздание, но дальше у него будет два пути. Вот он выберет не тот. А об этом мы еще, к этому мы еще сейчас вернемся. Но есть человек, который прямо ему говорит, что, собственно, от него ждут. Кто это? Нет. Проценщица, проценщица мне гораздо интереснее играет. Воля моя, воля ваша, там все тоже очень интересно. А? Чувствую самый неожиданный для вас человек. Порфирий Петрович. Порфирий Петрович говорит этому самому преступнику, этому самому убийце, которого он один раз открыл и обнаружил, самые невероятные слова. Помните? Солнцу прежде всего нужно... Да, станьте солнцем, вас все и увидят. Солнцу прежде всего нужно быть солнцем. Вот этому самому, который ничего права не про кого не сделал. Представляете, что ему говорят? Итак, что бы человек не сделал, он по заданию вот этот самый наследний Господень. Место человека на земле достойно только одно. Это место Христово. Это место, связывающее землю и небо. Как Христос сам сказал, тот, кто верует в Меня, то, что Я сотворил, и больше Моего сотворил. Каждый должен, да, полный следостерского, каждый должен выпустить вот этот вот самый внутренний образ во Вне, дать ему снова жить, именно как Христово. В чиновных записи от Беса он запишет следующее. Представьте себе, что все Христы будут ли бедные? Это его способ преображения и раздания. То есть человек выводит и дает быть вот этому внутреннему образу, а можем как получится. Ну вот, с заданиями обращаются очень по-разному, в том числе и периодически говорят преподавателям, и что это вообще нам тут не задавали. Оно вообще так не решается. И я его решаю вообще тысячу раз, и решается оно совсем другим способом. Вот это ровно то, что, собственно, говорит Раскольников в ответ на вот это вот задание. Давайте посмотрим еще одну картину. Давайте посмотрим. Что это такое? Змей, который пожирает сам себе. Хорошо. Змей, который пожирает свой собственный хвост. Один из древнейших вообще символов. Бесконечность. И его и так интерпретировали. Бесконечность. Некоторые даже говорили о вечности и так далее. Но здесь нечто, что явлено гораздо очевиднее и интерпретируется гораздо проще. Это символ автономного мироздания. Каковы главные законы автономного мироздания? Кто-нибудь может визико увлекаться. Законы сохранения энергии, законы сохранения вещества. А что вы хотите от замкнутой системы? Если притока ниоткуда нет, то для того, чтобы где-то прибыло, надо что? Чтобы где-то убыло. Совершенно верно. Поэтому змей может расти с головы только одним способом. Каким? Поедая хвост. Это, собственно, то, что предполагает сделать теперь раскульником. А почему автономное мироздание у нас появляется вообще? Откуда? Вроде как вот. Изотеизма. А? Изотеизма. Еще раз. Изотеизма. Изотеизма. Совершенно верно. Из-за нашего отказа. Потому что Господь, Он... Он уважает свободу человека. Сказали Адам и Ева, хотим быть сами по себе, как Боги и без Бога, да? И завертели вот этим вот кольцом землю, которая стала существовать автономно на основе поедания себя самого. На основе законов сохранения энергии вещества. Больше ничего не поступает. Чего дали уже, что внутри есть, то и перераспределяется постоянно. А другой способ существования, это какая система? Открытая. И человек, собственно, был предназначен стать передатчиком внутри вот этой вот открытой системы. Он должен был быть кем? Хозяином и работником сада Господня. Вот этой вот всей земли, да? Хозяином и работником. Тот, кто получает благодать от Господа и передает земле. И должен был свести вот этот вот сад. А в автономном мироздании что с этим садом приходится делать? Ну, то, что мы и делаем. Сейчас. Просто. Да. Всячески его жрем. Вот. В данном случае не грубое слово, а буквально слово жрец. Да? Жрец. Тот, кто, собственно, жрет. То есть закладывает вот эту вот самую жертву для того, чтобы мироздание дальше работало. Вам любой нормальный индийский жрец скажет, что если они принесут жертву, солнце не взойдет. У нас нет возможности проверить его опытным путем, потому что до сих пор жертва приносится всегда. Их не ждет. Вот. То есть, вот. Да, принцип работы любой языческой религии это даю, чтобы дал. Жертва приносится для того, чтобы, скажем, Бог начал работать. Ну, потому что, вот, да, работников кормить его дал. Вначале не было. Вот он, принцип автономного мироздания. Соответственно, теперь давайте посмотрим, каким образом действует раскольников в романе. Давайте, наверное, свет включим. Сейчас. Важнее, как на другую скажу. Каким образом действует постоянно раскольников в романе? Своим путем. Таким с вами путем. По своей теории. Он действует по своей теории. Я большой по своей теории. Он действует только один раз. Только один раз. Да. Собственно, в момент убийства двух женщин. У которых он хотел все забрать и поделить. Ну, то есть, Лизавету он тоже включал сначала. В круг избавляемых и отделяемых, наоборот, да, вот этим самым смертью. Эти злобные, противные старушины. Алена Ивановна. Кстати, куда собирался Алена Ивановна завершать свое деньги? Монастырь. Монастырь. Да. Помните эту замечательную беседу студента и офицера? Да. На эти пропавшие тогда деньги, отданные в монастырь, можно было бы столько сделать. О чем здесь идет речь? О том, что мы не способны. О том, что деньги, отданные в монастырь, это пропащие деньги. О том, то есть, по сути, о чем? То есть, по сути, о том, что вообще Бог не способен ничего строить и деньгами тоже распорядиться, но очень не способен. Ну, вот такой вот не способный Бог. Поэтому что нужно? Средства забрать и поделить. Потому что, ну, у него не вышло. Ну, явно же, ну, безобразие ухудотворяется. Значит, делаю я. А что получается дальше? Где оказываются деньги, которые Раскольников таки забирает? Усторонних. Под камнем. Все причем, да? Но что делает Раскольников все время? Все время он боится. Да он боится, он не все время. Боится он периодически. А вот что он делает все время действительно в романе? Он все время раздает деньги. Причем свои. Те, про которые он скажет, настоящие свои. А вот чьи они мы сейчас выясним. И так Раскольников постоянно раздает деньги, причем не считая. Он очень чаще считает, прикидывает потом, сколько он отдал. Да, помните? Загреб, вытащил, положил, пошел. Потом начал прикидывать, сколько он. Денег не осталось. Не осталось, да? На следующий день происходит, то есть тот момент, когда он очнулся, да? Ему присылают что? Новые деньги. Как только эти кончились, ему вдруг, да? Мы рассказываем об ужасном таком городе Петербурге, где ни у кого нет денег, и все вообще. На самом деле, картинка какая-то совсем другая. Он отдает деньги абсолютно незнакомой полицейскому, чтобы он довелся в эту абсолютно незнакомую, соблазненную девушку, да, впервые. Он отдает деньги Мармеладовым. Он постоянно отдает деньги. Он отдает деньги еще одной проститутке, которая... Вообще потрясающий эпизод. Вот такое вот маленькое достоинство. Помните? Она впервые в жизни решилась попросить денег не за работу. Как-то я... Дукрида, Дукрида ее зовут. Как-то я при вас вот совести не соберу, да... Не кафе, кабак он называется. Но в Макдональдсе у нас, по-моему, с увлеченными домами не сочетается, если сейчас вроде как-то там все тяжело работают другим способом. Так вот, она просит у него деньги, не расплатившись. И рядом стоит старая проститутка, такая очень серьезная такая, очень маркосакоморальная. Она говорит, нет, как это вот, я не могу понять, как это так, чтобы деньги ни за что просить, вот так вот попросить. Нет, это я вот никак этого не понять не могу. А почему она вдруг просит у него... Она никогда в жизни этого не делала. Она увидела Раскольникова и просит у него деньги просто так. Мы не спрашиваем, на что. Вот вы как бы сейчас тоже вдаетесь в такое морализаторство. А нам сейчас, собственно, антология интересна. Что происходит? Почему у него просят просто так? А он дает главное. Мало ли у кого из нас просят просто так? Все ли мы даем? А он всем дает. Почему? Потому что у него есть это задание. Давайте просто так. Потому что у него есть это задание. Совершенно верно. Давать просто так. Вот этот самый способ быть Христом миру. Все отдавать просто так. Все, что есть, все, что прислали. А теперь давайте подумаем, откуда эти деньги. Первые деньги, которые он раздает от заложенных вещей. От вещей, заложенных. А две вещи мы уже помним. Чьи были? Нет. Заложенные по проценту. Сестры и отца. За отцовские часы уже деньги. А сестры там уже давно страчены. В данном случае мы видим, что у него первые деньги за отцовские часы. А вторые деньги откуда? От матерям. От матери. О, матеря они откуда? От ДУ. А? Не от ДУ. Пенсия. Пенсия? Так откуда пенсия у нее? От государства пенсия. А? От государства пенсия. Почему она получает пенсию? Что все просто так получали пенсию, она не работала ни дня жизни. За что она получает пенсию? Ну, господа, как вы читаете, там все написано. И это очень важно. Пенсион за отца она получает. И ни за кого больше она его получать не может. А эти деньги, эти 25 рублей, она берет под залог пенсиона отцовского. Там в письме прямо написано. Распольков тоже сразу начинает раздавать все. Соне он про них скажет очень хорошо. Соня-то испугается. Она что спросит в ужасе от Абилев? Так и те деньги, которые вы нам дали, они были те. Ну нет, он испугается не меньше Сони. Нет, Сони, нет, нет, не те. Эти деньги были мои, настоящие мои. Заметьте, настоящих его денег, собственно говоря, да, мы ни разу не видели. Но то, что он сказал, это очень важно, и он не соврал. В сущности, он мог бы сказать о том, что настоящие мои деньги, заработанных мы не видели, да, но, разумеется, он предложил заработать. Он их сразу вернул. Но, настоящие мои, он бы мог сказать про награбление. Но он пришел, он как бы перераспределил собственность, да, такой передел мира, перекройка, буквально череп расстраиваемый. Мог бы сказать, но он почему-то, настоящие мои, говорит про совсем другие. Он за статью деньги получил. Нет, за статью он только может деньги получить. Как же вы так ничем не интересуетесь, что до вас относится, вы же с них деньги можете стребовать, говорит ему парфюр. А Раскольников вообще не знает, что она опубликована, ему не интересно, он действительно все отдает, вот так вот, отдал и забыл сюда. Вот, мне только деньги. Так вот, настоящие мои. Почему он говорит про них настоящие мои? А, очень просто. Ну, у него есть право на эти деньги, мы его и дали. А, просто потому, что у него нет ничего, что не было бы от отца. Как у нас у всех нет ничего, что не было бы от отца. И это настоящее наше, оказывается. А вот то, что мы сами приобрели, оказывается, не настоящее наше и ни на что не годится. Только под камушком можно сохранить. Понятно, да? А главное, что это то, что настоящее наше, оно подлежит вот этой вот раздаче. Вот он получил, чтобы отдать. Вот его настоящий путь. Он же его, с него как бы никогда и не сходит в каком-то смысле. Но ему все время кажется, что так, чем кажется? Чем он думает, когда он отдает, и чем он думает, когда он начинает об этом жалеть? А он все время начинает, да? Он все время отдаст, не думая, а потом начинает думать, эх, вот этот ушел, 20 копеек мои унес. А у меня и нету больше ничего. А главное, что он сделает? Он ничего и не сделает. И кого я спасу, да? И столько, а я тут один, и можно. Так чем он думает, когда он отдает деньги, и чем он думает, когда он начинает об этом жалеть? Так, ну хорошо, уже там прозвучало. Сердцем. Сердцем думает, когда? Отдает. Когда отдает, совершенно верно. А чем начинает думать, когда? Жалеет? Голосой. Умом, рассудком. Он начинает рассуждать. Он начинает рассуждать. Вот когда он отдает от сердца, хватает на всех. А когда он начинает рассуждать, он вполне логично рассуждает, что на всех не хватит. И мы тоже, в общем, с ним как бы соглашаемся, да? Ну, здраво рассуждать, действительно на всех не хватит. Но при этом достатьки, что нам показывать? Что каждый раз, когда нужно, вытаскивает. И отдает. Ни разу не происходит в романе ситуация, когда кому-то нужно от раскольника получить, а у него нет. Вот он вам нищий студент. Представляете? О чем вообще это все говорит-то? Вот Достоевский нам все это говорит в лицах, образах. Об этом и говорит. Есть задание человека, да? Быть этому миру Христом. У каждого. У каждого христианина. И осуществить его можно только одним способом. Отдавая все. И пока отдаешь все, вот этот поток благодати, он не кончается. А как только ты усомнился, как только ты подумал, что на всех не хватит, и вообще бы тут надо как-то самому подумать и устроить, так сразу происходит острая нехватка всего. А главное, что деньги, приобретенные вот таким самовольным путем, оказывается, можно только под камшуть за ним. В крайнем случае, в него векнуть. Вот там коробочки. Страшно. Еще один замечательный письмо. Раскольников, получив это страшное письмо матери, которое, собственно, подвигает его на окончательное решение. Отобрать и поделить. Он вдруг замечает, что он куда-то идет. И когда он понимает, куда он идет, то приходит в ужас. Куда он идет? Куда идет Раскольников, прочитав письмо матери? К Разумихину. Отлично. Он идет к Разумихину. Он абсолютно ни о чем не думал. Он идет к Разумихину. Вот когда он начинает думать, то о чем он думает? Это я вообще зачем пошел к Разумихине? Ну хорошо, Разумихин мне там даст, да, уроков достанет. Чем он вообще мне поможет? Ну уроков даст, на копеечные же уроки. Чем он тут решит мою проблему? Я что, весь исход, что ли, нашел в Разумихине? Он об этом думает с ужасом. А ведь что потом получится-то? Что весь исход-то? Он, собственно, на Дуне и маме беспокоится. Весь исход-то и будет в Разумихине. Все, ему больше вообще ничего не надо было. Ну, нужно было дойти до Разумихина. Ну, потому что точка-точка обзора, да, немножко разная. То, что оттуда видно, и то, что отсюда видно. Тут кажется, что ты делаешь какую-то дикую нелепость. Идешь к Разумихину, зачем, почему, чем он может помочь вообще? Он такой же нищий, как я. Что он сделает? А оказывается, раз, тут было все решение. Оно тут и остается. Просто вот с этой вот самой боковой дорогой. С другим путем, который Раскольников выбирает вопреки собственному предназначению. А это путь, который не путь общего изобилия, да, а путь общей нищеты и общего недостатка. Путь автономного мироздания, где для того, чтобы у кого-то прибыло, нужно, чтобы у кого-то убыло, непременно. От чего этот путь мы выбираем? Либо от неверия, либо от уверенности, что Бог не справился. Смотрите, как Достоевский филигранно выстраивает события в романах. А во сколько мы должны закончить? В 10 минут. В 10 минут, да? То есть нас спас 5 минут на Свидригайлову. Это, конечно, безобразие с нашей стороны. Потому что Свидригайлов – это совершенно потрясающая фигура. Это второй главный герой романа. Достоевский здесь пользуется очень необычным еще для того времени приемом. Он вводит второго главного героя именно для того, чтобы мы могли понять вообще, в чем разница. И что тут происходит. Что такое Свидригайлов? Я уж не буду вас спрашивать. К сожалению, мне бы очень хотелось услышать, что вы об этом думаете. Но уж 5 минут у нас осталось. Придется говорить с ОМОН. Что такое Свидригайлов? Свидригайлов – это человек, про который вы все слышали что-то плохое. Но заметьте, мы не видели ни одного его плохого поступка на протяжении всего романа. При этом мы точно знаем, что Свидригайлов – человек сомнительный. Какие поступки мы видели от Свидригайлова? Он подслушивал Ростов-Горб. Ну да, мы все-таки моралисты, как Раскольник. Свидригайлов, ему хорошо ответил. Ну, если вы считаете, что разговоры дали подслушивать нельзя, а старушонок можно лучше, чем не попадет в свое удовольствие. Ну, тогда в Америку. Но, между прочим, и здесь есть своя правда у Раскольникова. Ведь он о чем говорит? Он говорит, да, даже если я оступился, это не означает всеобщего риатеризма. Все равно стоят все вещи, которые даже если я убил, делать нельзя. Вот, например, нельзя подслушать. А Свидригайлов, он, в общем, никого не убил, хотя у нас могут быть в этом сомнения на основании всяких недостоверных историй. Но, но вот это-то чувство у него абсолютно поручено. Для Свидригайлова в общем можно все, потому что в общем ничего особо не имеет значения. Еще раз, какие мы видим поступки Свидригайлова? Обеспечил Соню. Обеспечил Соню. Простите, не слышу. Простите, не слышу. Так, обеспечил детей. Обеспечил Соню и Раскольникова. Заметим еще. Воспомним хорошие башки. Если вы можете вспомнить кулаки, вспоминайте их тоже. Если вы что-то... И тут большая проблема будет, это сон. А вот он действительно помог девочке, своей 16-летней невесте, которые были готовы ему продать, и которые, конечно, он понимал прекрасно, после его самоубийства, готовы продать кому-нибудь следующее. Он приносит 16 тысяч, обеспечивая ее приданное, да, и, соответственно, избавляя ее от этой вот возможности быть проданной. Давайте посмотрим внимательно, от каких... На что тратят деньги Свидригайлов? К какому пороку он, так сказать, присутствует, препятствует вот этими своими деньгами? Он дает деньги на детей Екатерина. Чтобы... Чтобы Полечка... Чтобы на Полечка не пошла. ...по той же дороги не пошла. Он дает деньги Софье Семеновне, потому что вам, Софья Семеновна, после всего уж такой жизнью жить не нужно. Он дает деньги своей невесте, потому что иначе ее продадут следующему жениху. Свидригайлов везде ставит плотину против разрушительного сладострасти мира. При этом сам Свидригайлов водострастник этого не скрывает и как бы излагает это в качестве некой жизненной позиции, да? Собственно, последнее, что осталось. Оно и долго еще вот этим синим угольком в крови будет пребывать, и следами нескоро еще зальешь. Какая-то жизнь все-таки, да? Вот оно там играет и переливается. Бегают вот эти синие огонечки по потухающим углем. У меня нет картинки, к сожалению, но со снами там очень интересно, необыкновенно интересно, но мы не успеем. Ну, почитайте их как следует, может быть, с чего-то поместить. В крайнем случае, в интернете есть моя статья, она в «Вопрос в литературу» печаталась там, называется «Воскрешение Лазаря». Вот, собственно, от выступления Лазаря. Вот, так вот, там про сны. Хорошо, и про раскольниковские, про Свидригайлов Свидригайлов. Так вот, что же делает Свидригайлов и каков его, так сказать, каков его иконный образ? Ну, Иуда, нет? Ну, че с Иуда? Ну, вон, что они... А кто, пророк? Я не знаю. Иуда или пророк? Заканчивается с убийством. Заканчивается с убийством. И вообще, он... Ну, он странно смеется. С женой, который... И опять... А тыкан. Свидригайлов все это совсем по-другому описывает, чем недоброжелатель. А мы ничего не видели. Может, потому что вы его как-то сон. Как он там жилой. Жена его, кстати, не просто очень любила, а всяческие, так сказать, кутыла за 30 тысяч, да? Тоже своего рода, 30 сребреников, как у Сони. Они, заметьте, с Сони купленные, а не купившиеся сребреников на камеру. А там эти 30 постоянно будут в денежках фигурировать. Так вот, Свидригайлов, он из купленных, а не из продавших. Так вот, она, значит, его купила и всячески при себе держала. Заметьте, Марту Петровну. Особо не жаловала. То есть, она любила жаловаться, конечно, на муж. Но это было такое особое удовольствие, о чем даже мама расходнику сообщает, и она это быстро понимала. Свидригайлов, это очень интересно. Помните, в каком он трактире оказывается? Как называется трактир, в котором Свидригайлов видит свои последние сны? Три подряд. А он называется вот так вот. А он называется Адрианополь. А, это корабль. А? Почему корабль? Ну, не помню, где-то я читал. Ну, насчет корабля не знаю. Тут быть самые разные интерпретации. А мы с вами сейчас поймем, что это такое. Куда у нас идет Раскольников? Когда он идет в контору. Кается. Там несколько раз ему говорят, куда он идет. С чего он судит. М? С чего он судит. Нет, я не спрашиваю вас, куда он идет. Я спрашиваю вас, куда говорят он идет. Он в Иерусалим идет. Не помнишь? А, ну, напомню. Да. Раскольников идет в Иерусалим. И об этом отчетливо сказано. А вот Свидригайлов оказывается в Адрианополе. Это не два места, это одно место. Если вы помните, Иерусалим был завоеван. И император Адриан, он любил эти вещи. Адрианополе было вообще куча по всему миру. А называет город Иерусалим. Там стирают вообще все. Это число. Город Иерусалим называет тоже своим именем, но другим. Действительно своим именем первым родовым. Он называет его Элиян. Иерусалим, как город Адриан, это город, названный его первым именем. Элиян. Это одно место, но оно метафизически, это два разных города. Иерусалим это город проповеди и распятия Христа. А Элия, Адрианополь, это город торжествующего язычества. Ровно над храмом страстей Господних был сдвигнут храм Афрадипов. Кстати. То есть они оказываются как бы физически с Раскольниковым в одном и том же месте. Но это место для одного Иерусалима, а для другого языновый языческий город, названный по имени римского императора Завоевателя. Один христиан. Заметьте. Раскольников это человек, который на наших глазах, буквально на наших глазах мы это видим, совершает преступление и в финале спасается. Свидригайлов это человек, который на наших глазах не совершает преступления. В конце. Сдуний. Да? Да. И в конце гибнет. Он язычник. Что он заказывает себе в трактире? Такое мясо, это очень важно. Не говядину, телятину. Спасибо. Вам это ничего не напоминают? Кому подают у нас упитных тельцов? О, о, о. Ничего про плечо о блудном сыне не слыхали? Слыхали. Ну хорошо. Так вот там встречают как блудного-то сына, отец? Как он встречает? Сельцом, совершенно верно. Тем самым. Тем самым. Так вот. Заметьте. В этом романе он, бог, он бегает за всеми героями. До последнего. Просто его можно заметить, а можно не заметить. Помните, как в апокалипсисе седаю, откровение англоскопа? Се, стою у двери и стучу. Если кто отворит мне, войду и сяду вечерять с ним. Но можно, что можно не отворить. Вот уже и телятину-то мы подсунули. А он не видит. Есть образ совершенно замечательный. На иконах страшного суда писали человека, который находился между маленьким атом, да, внизу, и большим раем. Он был прикован к столбу, не принадлежа ни ага, ни раю, но будучи способен созерцать и то, и другое. Это был образ благодетельного блудника. Человека, который много совершил благодеяний в одном городе, из-за которого, чтобы узнать о судьбе которого, очень молился весь монастырь, которому он тоже благодетельствовал. И настоятелю было открыто вот то, что потом изображалось на иконах страшного суда. Он прикован к столбу, потому что как благодетельный человек. Он не подлежит аду, но он не допущен в рай, как распутник, как нераскаявшийся распутник. Вот такое промежуточное положение, мне кажется, более всего и подходит к Светригайлу. С его самоубийством тоже большие проблемы, потому что, ну, для того, чтобы понять, что там было с самоубийством, нужно разбирать сны. И особенно эту последнюю пятилетнюю девушку страшную. Вот, что он там увидел, что он понял. Но это, в принципе, я говорю, в крайнем случае это написано. А может быть, вы сами погодите. Спасибо вам. Спасибо.